унылая пора здравствуйте друзья унылая пора а чей очарование как назвал вот примерно такое зрелище пушкин и сан сергеевич если кто если кто знает значит мы находимся не только в унылый паре но еще и сегодня 23 до 23 декабря то есть завтра вот народ будет торжественно отмечать рождество а у нас тут дождь весь день это вот сейчас мы едем как бы не очень так поливает вот а так поделила всю ночь и весь день сейчас уже 4 часа почти 4 часа почти дня я думаю ну что снимать дождь то ли из окна снимать а мы как найти журналистам не дня без строчки так мы не дня без видео но почти почти каждый день у нас туда есть и вот подумалось поедем к мы туда куда люди вот во время дождя когда уже некуда деваться ну куда пойти американскому человеку такое время какой-нибудь большой шопинг-малл и мы подумали пойдем к мы в какой-нибудь шопинг-малл в котором мы еще никогда ничего не снимали и который такой малый ты снимала какой-нибудь такой большой большой шопинг-малл где можно ходить и дождик тебе не страшен и там много магазинов и и может быть там даже какая-то красота есть с точки зрения новогоднего убранства да свет бывает но вот мы не мы не знаем но будет сидеть это елка конечно но елкой шмелка но там может быть как то еще приукрасим посмотрим да короче друзья мы вот собрались и я вам покажусь я с утра постригся потому что я думал чем заняться знаете вот когда дождь вот я напоминаю эту картину из автомобиля когда в троллейбусе и туда вернулся да значит ну вот так вот стригут друзья так стригут у нас короче мы поедем мы поедем в такое значит вал и фэйр называется вал и фэйр шопинг-малл там много магазинов ну и вот как то вот будем праздновать хотя мы со светланы когда обсуждали не поехать ли нам какой-нибудь шопинг-малл светлана говорит вот вот светлана сделай ручкой вот светлана говорит а нам же ничего не надо вот что же что же мы там не дай бог одежду какую-то снова купим куда бы повесим вот и нам ничего не надо вспомнились старые былые годы когда мы жили еще в советском союзе открывали шкаф или боже мне чего одеть а сейчас даже боже куда это все девать да и главное тут еще тонкость получается значит когда у тебя много всего в шкафу или там скажем на обувной там полки то ты не носишь каждый день одну и ту же вещь поскольку ты и каждый день не носишь то она и не снашивается особо ну сколько там ты должен вот и поэтому получается она как бы накапливается и и выкинуть жалко вышеду хорошие и надеть невозможно про своего много и в общем вот такой нравственный выбор приходится друзья дел тяжелый тяжелый нравственный выбор поэтому мы в шопинг-малл едем не потому что нам чего-то хочется хотя сердце мне подсказывает что трудно будет устоять моментами да но дело даже не в сейлах но вот бывает трудно устоять трудно устоять скажи громко скажи громко чтобы все слышали вы скажи громко скажи это света сказала что главное шопинг-малли ходить не заходя в магазин это называется window shopping то есть покупать настроение через окошко через окошко там рояль стоит посредине этого самоиграющий до стоит такой район вот как скоро будут автомобили без водителя вот там стоит рояль без пианиста и неплохо играет цвета неплохо играет то есть конечно может быть настоящий пианист больше это с душой как-то смог бы вот но для мола для мола достаточно и для большинства людей которые мучились этому годы и годы и годы может быть они так не сыграют во всяком случае так долго так долго не продерживаться это наш зрители теслой абсолютно так сеть его не смутить они у нас тут все время тесла у нас тесла я же едва обычной камеры туда и вот давай я может быть развернусь интереснее было вот значит я еду камерой на дорогу обычно и там не только тесла а почему-то особенно вот когда кофе сух нашего подъезжаешь с какое-то скопление как воробьи какие-то знаешь вот эти вот гугловские без водителя как потому что там до гугла паренциям прямо да 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 там прямая улица прям на голове но просто я к чему-то что вот тут вот тут их нету а возле нашей школы прямо один за другим вот у нас такой офис я помню как-то даже обама проезжал меня даже вот так сторону отжали менты и говорят жди здесь пока обам проедет я кстати заснял этот момент если кто-то если кто-то из вас сомневается момент был заснят вот такое место все хотят к нам туда и гугловские кары и и даже сам обама это собственно что уже обама все это осталось ему там бедным меньше месяца так надо сказать что редко удается показать вот такое облачное небо это друзья у нас обычный дождь знаете обычный вот как вы сейчас вот видите такая же редкость как в других местах например дождь золотой хотя золотой дождь и у нас редкость да а вот между прочим компания apple вот ты видишь сюда и был и не вот давай давай я поверну немножко вот сюда вот 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 с левой стороны вот за этим аудио сереньким серенькой audi и там вот это между деревьями это как раз они построили новый кемпус на волк да то есть буквально нужно еще не достроили ну уже как вот варкин построили там уже ему конца крайне парковка колоссальная тогда как стадион лужниках да так чего ну и вот новый кемпус построить из нас школа возле гукла живем и возле плата да то есть фактически приехать домой приехать с работы домой это как приехать от гугла к apple так получается да да вот рядом живем вот на самом деле сейчас может быть это здание лучше видно но немножко ну прямо у хайвы стоит я там снимал тоже я снимал в магазине и плоском на удивление свет вот и плоский магазин самый бездарный из фирменных магазинов то есть там совсем купить нечего то есть при том что цены какие-то чудовищные но но купить совсем нечего друзья не ходите в плоский магазин накручивая цена в общем то совершенно нет у него такого продукта прям чтобы он стоил такие деньги они делают все неудобно для кастомера с этими разъемами нет есть фанаты зачем ты говоришь но вот они фанаты но и они уже не смотрят на удобство они просто фанаты но света они мы не будем так наверное они что-то находят в этом вот кружка кружка который стоит 25 долларов с яблочком это уже какое-то извращение вот microsoft ская кружка или там борландовская когда ты покупал или там гугловская но стоит 8 долларов ну но 12 если большая чтобы так 25 друзья злополучный светофор пройдет что-то долго вы на нем стояли я даже и камеру остановил думать что на светофоре все и вот мы вышли на хайвей тут недолго где-то 6 миль вот от этой точки где мы находимся и сегодня трафик как светоценишь мало машин наверное люди уже уехали на вот этот вот шаттаун между крисмасом и новым годом все полуезжали уже сегодня пятница давай я объясню значит сегодня пятница и поскольку впереди два выходных там суббота и воскресенье то есть да значит 24 25 это суббота и воскресенье поэтому даже если бы то не было суббота и воскресенье это крисмас ну все равно крисмас да во всяком случае сегодня очень многие люди снялись и поехали куда-то на таха например на озеро таха тут горнолыжный курорт сейчас там снежок там замечательно некоторые уехали даже вот не не сейчас а уехали может быть в прошлые выходные взяли недельку отпуска и так далее вот поэтому сейчас может быть на дороге меньше народа кроме того сегодня день покороче то есть сегодня не просто пятница такая пятница когда весь день там мало кто сидит поэтому вот светлана хотела вам показать вот эти я плавские гаражи ну я думаю конец где-то есть там вот но это скоро будет там они еще не заселились туда а есть сроки какие-то не за что нет мы не знаем вот офисы свет горит да я не знаю говорят 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 там что-то грандиозное будет вот где вторая очередь да вот строится строится до сани был превращается в такой интересный городок там down town его что-то долго-долго строят сани были и чуть никак не построен а а это это сани был или купертина уже вот это уже купертина ссори это уже был купертина у нас есть план со светланы сходить поснимать down town сани было и downtown купертина downtown сани было много лет строят но что-то никак не достроят то ли они перестраивать все время ломают перестраивать то ли что происходит я не знаю то ли они замораживают стройку периодически но вот что-то уже много лет бы так проходим мимо там все никак не закончат точнее что-то закончили что-то нет но вот мы там хотели бы снимать а в купертина что произошло свет вообще не было да 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 хорошо пойдем купертина посмотрим у apple официальный адрес по купертина да вот это здание что мы показывали это было купертина вот то что мы с дороги смотрелись да так таки да ну что осталось нам три мильки вы видите друзья кремниевую долину в ее неприглядности так привыкли не боюсь на солнышко смотреть все спрашивают покажите и быть недостатки покажите этого все достоинства вот друзья вот недостатки вот бывают у нас дожди ладно бывают фукдасе кстати холодно вот я не просто в кепке лысые замерзаю коротко стрижены так я еще и в ушла теки таком знаете вот для сугрева то есть машине ты еще ничего на улице холодно пара где-то за да ты что пар из артуре а вот вот вам о недостатках америки пар изо рта идет чести выходить ты уверена так ну хорошо площадь улицы но подать и машина сзади кашель сюда я же не один на дороге света надо уважить 5 и санглой англоте в тире видите что творится как что света ну так ничего не творится но я говорю видите как что творится а не творится ничего но все видят своими глазами так и так мы не своими не на посушь камера объективно совершенно камера у нее есть объектив и она показывает объективно вот а мои комментарии они субъективны я честно сказать не понимаю почему нужно стать буду в этом месте и стоять хрен знает сколько из-за чего сути это полоса на выход она единственная нет полоса на выход но почему нельзя просто выйти почему надо стоять это не отвечает на вопрос почему этот светофор так стоит чем этот вот да ну в общем вот это друзья вот это тоже о недостатках америки вот перед новым годом пожалуйста пробка вот друзья добрались мы с небольшими такими незначительными приключениями приключения состоит в том что вот всюду стоишь и так с большим трудом значит проезжаешь светофоры куда-нибудь поворачиваешь потому что народу много но действительно праздник люди пытаются в последний момент чтобы приобрести вот этот трехэтажный паркинг который вы видите раз два три если на крыше ничего нет то три этажа если есть четыре и у меня такое ощущение что мы сейчас стоим в некоторые некоторым заторе из желающих попасть на этот самый паркинг ну вот я вам просто рапортую что творится это у нас тут магазин мэйсис шопинг-мол вытянутый так на милю но может быть меньше и вот в торце так у него стоит мэйсис поэтому мы решили прям так с конца зайти но вот что-то не очень тут еще строится что-то да так все загорожено сетками вы видите с какой скоростью продвигаются автомобили вот это они все на паркинг на паркинг действительно тоже все люди в последний момент да вот срочно что-то докупать и там будет моли не протолкаться ну послушай послушай мы же не то что там купить что-то хотели ну правильно ради этого толкаться в такой очереди не потому что нам не надо ничего ну у нас есть еще общественная функция мы показываем нашим зрителям что творится вот к вопросу о недостатках в америке вот пожалуйста недостаток паркинга в праздничный их предпраздничный день только думаешь что-нибудь прикупить раз недостаток паркинга так я вообще не очень понимаю куда они там заезжают так вроде стоят то прямо а дальше непонятно и тут по по паркингу который на улице тоже люди туда-сюда там как-то они движутся где-то в очереди нет поэтому там вот идут люди явно с корзинкой после шопинга за ними поедем и встанем там где они ты знаешь светик я боюсь что мы не встанем там они идут но там кто-то рядом сейчас окажется кто уже уже стоит и чего-то ждет вот мы лучше запаркуемся в этой красивой структуре из которой постоянно кто-то выезжает наверное да здесь что что-то строит вот написано мэйсис open for business on during construction стройка стройка и бизнес мы как всегда west field валый парк дальше проедем то там есть прям проход в магазин да ну запарковаться мостику данной а если вот по парковке туда проедем по самой парковки а то там есть мостик прямо за хотим обрати внимание что на парковку так прямо не про ищу надо влево вот они уходят видишь пошли влево сложности сложности да вот друзья я не то что хотел вам показать чтобы вместе с нами посочувствовали тут и поучаствовали но просто так вот вот такие бывают проблемы прям под новый год те которые не уехали отдыхать пошли шопать да а что делать в дождь святая вот что делать только деньги тратить вот так что рабочий день больше того это говорит о том что люди не боятся тратить денег в ожидании новой администрации чего на ученик вот поэтому да да народ совершенно не переживает и денежку тратит это хороший знак люди перестают денежку тратить тогда независимо от администрации начинаются проблемы вот мы на паркинге прям как санта-круст и себя чувствует от марихуаны и пакет надо же вот так до разрешили но еще дать дата не наступила но как вот референдум прошел так уже начали дымить не дожидаясь официального начала мы с вами видим вход в мол и почему-то так мы запарковали что вход у нас магазин нордстрем нордстрем это такой магазин он подороже мэйсис мэйсис как бы самые дешевые из дорогих а нордстрем он подороже вот ну и так мы собственно не не за шопингом мы за красотой и сейчас будем наблюдать